Доброе утро, дорогие мои друзья! Ого, какая кофта выглядит прям розовая какая-то! Жуть! Как всегда, мои наилучшие вам пожелания, мою братскую любовь! Значит, сегодняшний выпуск надо назвать «Политология головного мозга». Почему так? Знаете, когда смотришь интервью с различными там экспертами, тот же Делягин, Хайзин и ряд других, когда их ведущие пытаются как-то охарактеризовать, там, экономист, политолог, историк, они очень часто настаивают на том, чтобы их ни в коем случае не называли политологами. Я как-то это, когда слушаю обычно, у меня такое странное чувство возникает, типа, ну ты себе что, цены что ли набиваешь? Читая сегодняшние новости, я ловил себя на мысль, что политологи, они, судя по всему, реально какие-то отбитые. И то, что в нашей стране называется политологией, это сборище каких-то людей, которые давно оторвались от реальности и просто представляют те или иные интересы и совершенно не следят за тем, чтобы соблюдалась хоть какая-то элементарная логика. Несколько примеров. Ну вот первое. Это вот только по сегодняшним новостям, которые я вот с утра проснулся, почитал сразу, что новенькому в Телеграме. И первая новость, значит, один из политологов пишет, КПРФ поможет Кремлю нарастить явку на голосование по поправкам. То есть вчера политическая партия КПРФ, Зюганов, призвали голосовать против поправок, против путинских поправок. Наконец-то они сподобились, сформулировали четкую позицию. Всем пойти против проголосовать. Ну, вы меня услышали, да? Сейчас русским языком я сказал. Пойти проголосовать против. Призвали КПРФ своих сторонников. Что пишет политолог? КПРФ поможет нарастить явку. Ну, как бы логично. Хорошо, ладно. Дальше пишет. Уже сейчас по данным социологии 71% или 73% сторонников КПРФ готовы пойти проголосовать. И 43% готовы голосовать за. Еще раз. Политологи. У меня язык не поворачивается выговаривать это слово без каких-либо кривляний. Говорят, что когда КПРФ призывает своих сторонников пойти голосовать против, то почти половина из тех, кто готовы пойти, 43% или 47% какие-то такие цифры, готовы пойти проголосовать за. Откуда это взялось? Как это может быть реальностью? Как в это можно верить? Ну, это же бред. Но это пишут на серьезных щах. Причем, ребят, вот вы должны понимать, что когда я цитирую вам какие-то новости, я подписан не на какие-то там АБЭ каналы, а на людей реально, которые... Там Чесноков. Это постоянный консультант администрации президента. Он буквально их сотрудник. Там Марат Баширов. Очень известный крупный политолог, политтехнолог. То есть это люди, которые влияют на принятие решений, влияют на организацию выборов, на создание и реформирование партии, той же там Единой России. Серьезные люди. И вот они такое пишут. КПРФ призывает своих голосовать против, поэтому будет высокая явка, и еще и КПРФовцы проголосуют, половина КПРФцев придет еще и проголосует за поправки. Если в этом мире есть что-то странное, необъяснимое, то это политические телеграм-каналы. Значит, второй пример, замечательный. Мне очень понравилось сегодня. Есть в Московской городской думе такой депутат, который был выбран в прошлом году по протестному голосованию, по умному голосованию Навального в том числе, Дарья Беседина, представитель Яблока. Молодая довольно девушка. Это она приходила в Мосгордуму, критиковала поправки с футболкой с надписью обнулись, где вместо буквы О была буква Э. В некоторых языках есть такая буква, что-то среднее между О и Ё. О с двумя точками наверху. Для русского языка слово обнулись с такой буквой приобретает особое значение. Ну так вот. И там такая статья про Беседину, что она, мол, знатный коррупционер, потому что она лоббирует интересы производителя троллейбусов. И там прямо в начале статьи идет такая цитата. Зачем же еще депутат может помогать какому-то крупному поставщику троллейбусов, если он не занимается лоббированием его интересов и материально не заинтересован в его доходах? То есть даже в голове нету этих людей, что помогать заводу можно просто потому, что это хороший завод, и ты хочешь, чтобы там были рабочие места, чтобы по улицам городов ездили не дымящие автобусы, а троллейбусы, которые во всем мире призваны как гораздо более экологичный транспорт. Нет, это все в расчет не берется. Если ты помогаешь предприятию, крупному предприятию, чтобы оно продолжало работать, то значит ты коррупционер. Логика понятна, да? То есть в самих формулировках понятно, что они мысли не допускают, что промышленность надо развивать, промышленности надо помогать. Это обязательно только коррупционная составляющая. Только коррупционная. Ну это сложно комментировать, это одни эмоции. Нет слов, здесь нельзя какое-то умное, логичное сказать, одни эмоции. Эту же статью репостнул Незыгарь, самый крупный у нас сейчас российский телеграм-канал политический. Насколько ходит информация, то что это детище Russia Today Маргариты Симоньян. И постов через 10 встречается еще один интересный пост из той же области. Насчет блокировки iHerb. Мы это с вами уже обсуждали, что есть такой американский сайт iHerb, что переводится я-трава, на котором огромный выбор всяких биологически активных добавок, витаминов, минералов. Я могу часами об этом говорить, о том, чем отличаются качественные и некачественные биологические добавки. Ну, например, если вы хотите, чтобы у вас в организме было достаточное количество магния, которое очень на многое влияет, особенно на работу сердечной мышцы, вы можете пойти в аптеку и купить магний. Скорее всего, вам продадут сульфат магния. Он будет стоить рублей 50. Но вот есть одна проблема у него. Когда вы начнете пить сульфат магния, формула магния СО4, то у вас будет расстройство кишечника, потому что он обладает сильным, выраженным, слабительным действием. Я не знаю, сколько у вас хватит терпения пить сульфат магния в должных дозах. То есть там не по одной табличке надо принимать. То есть там надо почитать инструкцию, там в зависимости от дозировки по 4-6 таблеток надо принимать за раз. И, знаете, это не так-то просто принимать. Но вы можете купить американского производства магний, только это будет не сульфат магния, а цитрат магния или глицинат магния. Это совершенно другое вещество. Это, соответственно, соли аминокислоты глицина или соли лимонной кислоты. Лимонная кислота – это цитрат. Которые не имеют вот этого недостатка, которые не оказывают стимулирующего влияния на ваш кишечник. Но стоит это, конечно, уже там не 50 рублей за баночку, а там 800 рублей за банку. Ну, в принципе, по числу таблеток там примерно соотношение где-то в 4 раза дороже. Вот я, например, принимаю цитрат магния. Да, это дороже. Одна проблема – в России это не производится. Вы можете пойти в нашу аптеку, тоже вы купите здесь этот цитрат магния американского производства, но не за 800 рублей, а за 2000. Потому что российским аптекам надо на вас заработать. И сейчас они снова поднимают вой на тему того, о боже, Айхерб – это такая угроза для здоровья россиян, ведь там продают какие-то запрещенные в России биоактивные добавки. Если бы они реально заботились о здоровье россиян, они могли договориться с Айхербом, что определенные товарные позиции просто не поставляются на территорию Российской Федерации. Если ты заказываешь доставку, адрес доставки где-то в России, то ты не можешь в корзину себе определенных товаров добавить. Это легко сделать, это элементарно сделать. Айхерб бы с радостью согласился на это. Но они это не делают. Они просто блокируют сайт. Зачем? Затем, чтобы зарабатывать на нас. Они будут с большим удовольствием привозить в Россию все эти добавки. И, конечно, это не лоббизм. Вот когда Беседина помогает производителю троллейбусов, это лоббизм. Это жуткая коррупция. А когда какие-то силы блокируют Айхерб, чтобы в три драга перепродавать биодобавки, то это лоббизм. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok